Барнаульским водителям придется выучить новые правила. Речь идет об управлении электросамокатами. Городские депутаты решили искоренить бездумную парковку этой техники. После сегодняшнего заседания нельзя бросать самокаты на газонах и в клумбах, на велопешеходных дорожках и остановках, а до социальных объектов придется считать метры. На тротуарах, если ширина прохода составляет менее нормативно, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений, также на радиусе не менее 15 метров от указанных объектов, на расстоянии менее 5 метров от границ пешеходного перехода, 10 метров от входных групп образовательных организаций. Народные избранники пошли навстречу и людям, потерявшим единственное жилье. Этой категории и раньше компенсировали оплату найма, но сегодня меру поддержки, можно сказать, проиндексировали. Мы видим с вами, что у нас поднимается цена аренды и сегодня мы будем применимать такие параметры. За однокомнатную квартиру мы возвращаем 14 тысяч, за двухкомнатную квартиру 17 миллионов, ой, 17 тысяч 200 и за трехкомнатную 22 800. Сегодня депутаты приняли бюджет города за 2022 год. В этом вопросе у Бурнаула немало достижений. По динамике роста собственных доходов, краевая столица стала первой среди городов Сибири. В прошлом году эта графа составила почти 10 миллиардов рублей. Выросли и межбюджетные трансферты. К уровню 2021 года рост составил на 54,4%. Развивается государственно-частное партнерство. В реализацию проектов активнее включаются сами барнаульцы. По итогу Бурнаул в прямом смысле в плюсе. Бюджет города впервые приблизился к 25 миллиардам. По расходам 24 миллиарда 780 миллионов. Мы с вами видим, что у нас в 2022 год мы закончили с профицитом. И еще одно важное решение – изменение в устав города. Среди прочего депутаты расширили полномочия муниципалитета, чтобы при необходимости город сам мог перенаправлять деньги на нужные расходы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова